Всех вас приветствую, молодежь. Так рада быть в Краснодарском крае. Когда-то в 80-м году нас сюда привезли, привезли ночью. Здесь братья потрудились, заготовили много бумаги. И нас привезли вместе с печатной машиной и отправили нас в поселок Гливинки. Это недалеко от Белорецка. Место было такое подходящее, потому что работать в доме, где многодетная семья была сложна. Или там как рассказывали, что когда-то в этот дом приглашали церковь, а теперь нельзя было приглашать. А мы нас собрали в таком доме. Следующий дом был где-то километра через два. Это была такая глушь. Но и мы совсем не думали, что подошла наша очередь. Мы очереди ждали, потому что первых арестовали, вторых арестовали. Оказывается, наша была третья очередь. Но мы никак не думали, что в Краснодарском крае мы здесь задержимся на три года. И вот братья попросили, чтобы рассказать труд, как проходил в издательстве и как проходила жизнь в зоне. Но ко всему этому мне хотелось бы немножко сделать предысторию. Почему? Потому что вы все молоды. И моя жизнь тоже в церкви началась в ранней молодости. Мне было 15 лет, приняла крещение. Нас было немного. Но хочу сразу сказать, что мы были счастливы. И хотелось, чтобы вы тоже были счастливы. Наше счастье было прописано в Евангелии. Сейчас есть еще счастье суррогатное. Оно записано в телефоне. А мы свое счастье вычитали в Библии. Когда читали место, когда ученики сказали Христу, «Вот мы оставили все, что будет нам». А он сказал, «Кто оставит отца, мать, братьев, сесер, земли, тот получит здесь на земле во сто крат еще и жизнь вечную». И мы считали, что самые счастливые люди это те, которые оставили все. Ну вот представьте, 15 лет. Мама у меня была, ее можно было оставить. Папа у меня не было. Братья и сестры были. Земель у нас не было. У нас, знаете, что было? У нас была юность, и еще было время. И слава Богу, что Бог уразумлял и, наверное, дал нам такую способность это понять. Мы очень благодарны Богу. Молодежи у нас было немного. Пять человек было, потом у нас стало семь человек. Среди нас было всего два молодых брата. Они потом ушли служить в армии. И мы вообще остались одни. Вот братья рассказывали, что синькой надо было заниматься. На это надо было время. А мы работали. И вот мы после работы обязательно идем на собрание. Это было обязательно. Мы вообще считали это большим грехом. Шли на спеевки, на собрание в среду, в пятницу, в воскресенье. А после собрания мы собирались и занимались синькой. Делали книги. Где-то до трех утра. А в три утра мы садились на первую электричку, ехали в город, чтобы нам успеть на работу. И так каждый день. И мы почувствовали, что времени для труда мало. Мы не успеваем. Тогда мы с сестрами решили оставить работу. Я работала в ателье. И пойти работать, убирать подъезды. Это было, но намного меньше туда шло времени. Хотя мы много потеряли в зарплате. Но мы радовались. Мы были счастливы, что если братья посылают куда-то поехать, мы можем поехать. Мы радовались этому. Потом началась очень большая работа, когда заработал издательство, христианин. Привозят на весь Урал книги нам в Челябинске. Мы должны их переплести, должны их обрезать и развести по Уралу. И мы были счастливы, что у нас было время потрудиться. Что это было не так, что у меня сегодня работа, я сегодня не могу. У нас таких отговорок не было. За меня могли кто-то поработать, другие. Я за других могла поработать, если нужно было. Вот это было наше счастье. И еще. А что это за звук? Может остановить там кто-нибудь поможет? Может мне подальше отойти? Это надо дело выключить. И так вот мне хотелось очень вам пожелать, чтобы вы попросили у Бога свое счастье. Зашли в комнату, закрыли дверь, и помолились, и сказали, Господи, мы хотим быть счастливыми. Иногда вот я детям рассказываю своим, они говорят, мам, мы сейчас совсем в другое время живем. Но не значит, что вы обделены счастьем. Для вас тоже есть счастье. Вы только его попросите. Когда мне было 18 лет, мы поехали в Прибалтику. У нас там жила семья, которая туда переехала. И представляете, мы приезжаем к ним в гости, они нас встречают, но с такой тревогой, с такой печалью и грустью, и говорят, знаете что, будьте осторожны, могут сейчас в наш дом прийти, сделать обыск. Что такое, что случилось? Оказывается, вот когда в Прибалтике арестовали первых печатников, их арестовали с утра, а мы как раз вечером туда приехали. И мы тоже были так расстроены, так расстроены, мы казались, что ну все потеряли, ну как, это же, ну печать вроде только началась, и вдруг их арестовали, печатников. Мы два дня грустили, а на третий день хозяин приносит братский листок, отпечатанный черной печатью. Мы так обрадовались, так обрадовались, что оказывается, печатника взяли, а печать все равно существует, братский листок отпечатали. И тогда у меня первый раз появилась такая мысль, что, господи, я понимаю, что машинки нету, вернее, машинка есть, раз печатали, а людей нет, их посадили. Если ты меня позовешь, то я пойду. Об этом никто не знал, это просто была моя просьба к Богу, была моя мечта. И вот время идет, мы вернулись домой, занимаемся своими делами. 19 лет, 20 лет, никто меня не зовет. И однажды нам братья поручили поехать в Ростов-на-Дону, чтобы отвезти туда печатный станок. Мы его повезли, но нас в Ростове сняли, нас арестовали, посадили на четверо суток, а потом нас выпустили. Это была Лариса Зайцева, мы с ней вдвоем были. Нас отправили домой, и как бы дело открыли, и сказали, на местах будут с вами разбираться. Ну, мы приехали домой, время идет, и приходит брат у нас ответственный, и говорит, слушай, Нин, тебе всего 20 лет, и что вот тебя сейчас посадят, и ты будешь сидеть, неизвестно сколько, 3 года, 4 года, 5, ничего неизвестно, а ты не хотела бы пойти поработать в издательство. Вот она моя мечта. Я говорю, да, я хочу. И вот в 20 лет, 20 лет, Господь меня позвал. И с тех пор счастье мое еще удвоилось, утроилось. Я оказалась в бригаде. бригада, первое, ну, первое, как бы, мое участие в печатной точке было в Фергане. Привезли туда ночью. А вообще, когда мы занимались переплетом еще молодыми, у нас, знаете, вот между нами мы сами нарисовали такой образ печатников, что они работают день и ночь. И не так, как сейчас сутки отработал, трое дома. Нет, мы, они у нас работали в нашем в образе, в нашем воображении, они работали день и ночь. А когда мы, в свою очередь, не досыпали, по три часа спали, мы так и думали, что мы в печатнике вообще не годимся. Вот три часа не доспишь, потом вообще так трудно было работать, а если это день, два, три, а если это вообще такая жизнь, работать день и ночь. Я думаю, как вообще мы могли такое подумать? Но мы так думали, мы считали, что они какие-то железные, какие-то супер выносливые и что мы вообще не годимся. А тут оказывается, когда я пришла в эту бригаду, привезли меня ночью, фергана, жара, дом небольшой, окна все забиты ватными одеялами, чтобы звук не проникал на улицу. первый обед, все расположились, позвали кушать, мне кажется, они только сели, через пять минут они уже поели, я даже не успела покушать. Все так делают быстро, дали мне листочки складывать, положили на колени, а на листочках в центре там есть черточки, это сгиб, и объясняют мне, ну, вначале посмотрели, как это я все делаю, ну, я как понимаю, так делаю, а они мне говорят, вот знаешь, что, ты листочек пока ложишь, а этой рукой ты уже этот поднимай, так будет быстрее. Думаю, мы в жизни часы, минуты берегли, экономили, как-то так, а здесь вообще прямо мгновение надо экономить, чтобы все это делать быстро. Конечно, есть разница, шесть тонн можно сделать за полгода, а можно сделать за три месяца. и мы старались, старались, но сестры там были постарше, которым были за 30 лет, которым за 40 лет, они уже как-то наметали руку, а мне еще было только 20 лет, но они меня так старательно учили, и мне вообще нравился этот процесс, дорожить временем. Еще что интересно, мы по этим черточкам складываем с утра до ночи, оказывается, в 11 часов у них был отбой, и они спали 6 часов, а я-то думала, что они вообще не спят. Оказывается, даже заключенные и то спят 8 часов, оказывается, если люди не спят, то они потом работать не могут. Вот если кто в телефонах сидит всю ночь, на следующий день они нетрудоспособны, и вот так вот началась моя жизнь среди них, они иногда меня испытывали, говорили, что вообще молодость это же движение, а ты сидишь так монотонно, с утра до вечера, листочки, листочки, причем торопишься, а Иван Петрович плед, он еще такой у нас интересный был, придет проверять наше качество, посмотрит на торец, а там же свернутые листочки, у нас была астролита, она немка была, так она делала точно, у нее прямо черная полоса, видно, что у нее всегда был сгиб прямо точный, но он ее никогда не похвалит, мне так было интересно первое время, он только скажет ничего, думаю, как ничего, такая точность и ничего, а сёрстер говорит, не переживай, он только о небе может сказать очень хорошо, он только о небе такое может сказать, о нашей работе, вот у нас сильно не хвалил, но мы все равно старались, и вот они мне говорят, ну, вот сколько, ну, сколько можно, ну, день, ну, два, ну, три, ну, неделю, ну, месяц, два, три, а потом мы эту литературу развезем, идем на следующую точку, там уже заготовили бумагу, вот, и такая как бы монотонность, такая монотонность, как бы не присуща молодым, а вы знаете, когда день пройдет, ляжешь, вытянешься, и думаешь, как хорошо, что ты устал, устал, почему хорошо, потому что много и быстро сделал, вы знаете, какое это счастье, и вот такое счастье, хотелось бы тоже и вам пожелать, чтобы вы у Бога попросили такого счастья, чтобы на деле Божьему вставать, чтобы время драгоценное у вас проходило, а еще мне хочется особо вот сказать юношам, я вот не так, ну, не так давно сделала открытие, что вы настолько сильные, настолько энергичные, просто вы знаете, ну, даже вот слов нет таких вот точно выразить всю вашу энергию, у меня есть сынок, ему было лет 16, мы копали картошку, копаем картошку, устали, а лопаты он копал, а мы там только собирали, носили ведра, и когда мы выкопали много уже картошки, все, и нам хотелось покушать и больше не двигаться, а он, знаете, что, залез на большой бочок, у нас там есть с водой, потом, как подпрыгнул вверх, в воздухе сделал двойное сальто и приземлился, мы говорим, Вадик, откуда у тебя столько сил, вот юноши, вот мальчишки, вот они такие сильные, и когда вот ваша сила не на деле Божьем, вот, и хочется, чтобы вот вы были счастливы, чтобы ваша сила вот была направлена именно на дело Божье, это вам вот тоже такое пожелание, вот сейчас он немножко стал постарше, и что интересно, я так думаю, он, наверное, зашел в свою комнату и помолился, Господи, позови меня потрудиться в пяти виноградниках, хотя вот я молилась, чтобы, ну, виноградник Бог послал, нанял меня виноградник, потому что столько дел, столько дел, он не успевает, ну, нет, он в делах успевает, он не успевает выспаться, и он, знаете, когда высыпается на красном светофоре, вот как красный светофор, смотришь, у него голова, он высыпает, вот, но столько энергии, вот так хотелось, чтобы юноши вот эту энергию прям сказали Господу, столько энергии, Господи, Ты меня употреби, Вы будете очень счастливы, очень, а сёстрам вообще много работы, очень много, вот я когда была, ещё мне было 15 лет, я нашла себе бабушку вдову, и ходила, не убирала, и я знаю, что это Господу нравилось, и мне было от этого приятно, и я была счастлива, а когда я узнала, что у этой бабушки вдовы собираются ещё бабушки за 80 лет, молитвенная группа, я решила, думаю, дай-ка я буду с ними, помолюсь, а потом буду убирать, не знаю, как я выглядела, 15 лет, 80 лет, как это всё сочеталось, но я узнала, что Господу это нравится, и тоже это было моё счастье. Ну, а теперь за издательство. Когда заканчивался тираж, то раньше машин не было или было очень мало, на машинах не возили. Носили это всё вручную. Иван Петрович с одной сестрой уходил в лабораторию, работал, а мы их возили. Иногда нам давали братьев, ну, кто был в отпуске, по возможности, а так в основном возили сами. Представьте себе, с Ферганы едем на Ташкент, с Ташкента едем на Москву, с Москвы едем в Кишинёв. Вот сколько это времени надо перевозить литературу. А потом ещё обратный путь, и снова надо перевести три тонны. А мы, сёстры, нас всего трое-четверо, и вот эта вся нагрузка на нас. И знаете, вот где бы мы ни бывали, мы искали сумки. Сумки, чтобы они напоминали, как вагон длинный и с короткими ручками. И однажды мы нашли такие сумки. Как мы были счастливы, как мы были рады. Мы набили эти сумки, поставили на весы. Сумка весила 20 килограмм, одна, и вторая 20. Но это ещё не всё. Надо было с этой сумкой, с двумя, пройти по перрону, пропить ровненько, чтобы незаметно было, что они тяжёлые. А когда придёшь в вагон, надо их забросить на третью полку с такой же лёгкостью. А мы были счастливы, потому что мы сразу, у нас добавилось такое количество упаковок. Вот такое оно счастье. Вот такое. И такого счастья вам тоже хотелось пожелать. Когда мы работали вот здесь у вас на Гливенках, однажды ночью, вернее, не ночью, рано утром стук в дверь. Мы проснулись, а братья, они как к выходу ближе там спали. Иван Петрович пошёл туда, вот, а там скважина от ключа, он туда смотрит, а Надя Брыкова говорит, Иван Петрович, кто там, что там? Думали, может, нам хлеба подвезли или что там? Братья подвозили из Краснодара. Он молчит, он потерял до речи. Он смотрит, а там человек 10-15, он всё понял, и нам он ничего не говорит. Потом она уже ему говорит, ну, Иван Петрович, что такое? И когда он сказал, сёстры, готовьтесь. Всё, мы открывать не стали, пока они сами взломали, нам надо было готовиться. Иван Петрович жевал адреса, как сегодня упоминалось. А мы сели, и вы знаете, я не знаю, как у всех, но, по-моему, у всех, у нас задрожали ноги. Это было так неожиданно, да ещё ранним утром. Нам обычно под ноги ставили упаковки, потом мы ложили, ну, это бумагу складывали, а это нам никто упаковки не поставил, ноги висели и дрожали. В общем, я почему-то вспоминаю, вам говорю, что мы вот не были героями, мы были ни железные, ни сильные, вот как все люди были, задрожали ноги. Иван Петрович проживал всё, что нужно было, заходит и говорит, сёстры, встанем, помолимся. Мы встали, он за нас помолился, попросил благословения, и, знаете, мы успокоились, и мы стали петь. Это было раннее утро, и мы где-то до восьми вечера пели, пели. У нас ещё сборники были, и мы пели, пели, пели. Пока это всё собрали, всё, что им нужно было, запаковали, потом нас привезли в Белореченск. А в Белореченске, это наша, ну, как бы, первая, это была не тюрьма, это был спецприёмник. Было уже темно, они нас завели, а там, значит, был, как это всё объяснить, не знаю, в общем, настеленный пол повыше от земли, и подушка, такая же деревянная. Сказали, располагайтесь. Всё лето, в ситцевой одежде, в лёгком платье, ничего больше нет, располагайтесь. Мы вначале постояли, свет выключили, когда выключили свет, я почувствовала, что-то ползёт. Ну, там не мыши, не крыса, что-то такое мелкое по ногам. И потом под коленками опухло. Я сёстрам говорю, может, это у меня на нервной почве что-то вот так вот это. А потом, оказывается, это был клоповник. И когда мы там пролежали первую ночь, меня так сильно покусали клопы. Может быть, у меня какая-то аллергия. Их не так сильно, у меня сильно. И на вторую ночь Надя Брыкова, она сейчас уже отошла в вечность, и другая сестра говорит, нет, ты уж, милая, не ляжешь на пол, ляжешь на нас. Мы ляжем вдвоём, а ты вот ляжешь на нас. Вы знаете, таких друзей иметь, это тоже счастье. Пусть вам Бог тоже пошлёт такого же счастья. Но я только так одну ночь проспала. Но долго не буду за этот спецприёмник рассказывать. Потом нас повезли в тюрьму, в Краснодар. Самое первое, с чем мы столкнулись в Краснодаре, там, ну, когда нас всё уже оформили, всё повезли, повели нас в баню. Ну, не баня, это был душ. Ну, как бы баня считалась баня. Повели нас туда, дали нам мыло, примерно как печенька, квадратное печенье к чаю есть, или кофе. Вот такой толщины. Пока мы соображали, что мочалки нет, и вообще, как это, чё. Пока включили воду, и она нагрелась. Вот. И оказалось, что мы намылились, и баня закончилась. Время вышло. Вот так была первая баня. А у меня, знаете, были длинные волосы. Ну, мы вытерлись, это ничего, это не страшно. У меня были длинные волосы, а длинные они были потому, что когда мне в 6 лет мама повела первый раз на собрание, это были года, когда церковь отделилась, и она мне вскоре сказала, Нина, я волосы тебе больше стричь не буду. Так написано. Ну, ладно, я же ребёнок не стригёт. Потом они отросли, она заплетает. И я вот это пронесла через всю жизнь. Вот в 6 лет мне последний раз мама обстригала волосы. И больше я эти волосы не подравленала, ничего. Вот они как растут, так растут. Они мне длинные сильно. И я после этой бани, думаю, интересно, тут даже вот помыться не успеешь, а что делать с волосами? Я попереживать, друзья, не успела. Оказывается, в камере такой закон. Вечером женщине положена, правда, большая кружка, положенный кипяток. А в камере живут семейками. Ну, они как-то живут как? Семейка, ну, бомжичек, женщин, семейка наркоманов, семейка, которые брали большие взятки. Вот. Они как-то вот так семьями живут. И каждая семья, значит, получила 4 кружки воды. Говорят, ты сегодня помоешь. В другой семье, ну, в общем, вот так вот. А у меня семьи еще не было. Я там одна. Меня никто в семье никуда не включил. И вы знаете, проходит несколько дней. И вдруг вечером говорят, сегодня всю воду отдаем Нине. Интересно. А слушаться нельзя. Было эту женщину, она уже там года 3 сидела, она там была хозяйка. Я говорю, зачем? 24 человека, 24 кружки. Будем тебе сегодня мыть голову, мы сохраним твою естественность. Вот видите, как я растила волосы, а Господь все заботился о том, чтобы эти волосы мыть да еще горячей водой, да таким количеством. Я говорю, да мне одной кружки смочить, ну, 10 кружек минимум прополоскать. Я говорю, ну, зачем? Все. Ты поняла? Ну, я, конечно, все поняла. Поняла заботу Божью. Это вот счастье, когда мы Слово Божие соблюдаем, соблюдаем, и потом вот он о нас так заботится, и ты знаешь, что Господу это приятно, когда мы Слово его соблюдаем. И это тоже счастье. Еще там каждое утро всегда бывает, ну, так сказать, мягко ругань. И ругань самая такая, ну, отборная. В чем она заключалась? В 6 часов утра по кормушке стучат, и там должен дежурный из заключенных быстро слезть и принять хлеб для всей камеры. Ну, кто-то, конечно, подсмотрит, потому что там такое правило. Если ты дежурный, ты должен помыть руки и потом только брать хлеб для всей камеры. Как всегда, они там до полночи чем-то занимаются, ввозятся, у них дела. Прямо ночью это вообще-то много дел почему-то. Вот. И он, как всегда, просыпает этот дежурный и с неумытыми руками кормушки, принимает хлеб, а в обед, не в обед, а утром он получает, конечно, большой выговор. А выговор всегда был с оговоркой. Мыть, не мыть руки может только Нина. Вот. Мне можно было руки не мыть, потому что, говорит, она святая и чистая. Вот так Господь, вот так Господь бережно ведет по жизни. Очень бережно. А насчет клопов это вообще история отдельная. Огромный коридор, много камер. Вообще клопы и тараканы, это, ну, постоянные там жители, с ними сильно не борются, хотя на зоне там почищем. А в тюрьме нет, никто там не борется. И у меня камера получилась крайняя. Вот. А еще, вернее, не крайняя, а угловая. А вообще в этом коридоре четыре угловых. И меня все сестры спрашивают, переживают, как там у тебя с клопами. Я говорю, вы знаете что, или я сплю крепко, но меня что-то никто не кусает. А иногда я ночью проснусь и начинаю проверять, может, они все-таки есть, клопы. Вы знаете, за год я не увидела ни одного клопа. И мы уже делали такой вывод, говорим, ну, наверное, угловая, холодноватая, клопы там не живут. Ну, еще три угловых. Везде живут клопы. Вот. Когда они оттуда исчезли, я не знаю. Господь ведет бережно, очень бережно. А еще у нас было по делу пять сестер. Сидеть нам в одной камере нельзя было. Вот. И нас расселили по разным камерам. И причем расселили так каждому по силам. У нас вот Надя Брыкова была. У нее отец был капитан. Ну, такой человек волевой, главнокомандующий. И у нее тоже в характере это было. Она могла организовать. Она уже, ну, и в возрасте была. Ее поселили в камеру, где были в основном, в основном одни бомжи. Они были настолько грязными, ленивыми. Они даже не выходили из камеры, чтобы ее проветривать. И вот там Надя Брыкова наводила порядки. Она заставила их мыть каждый пол, каждый день пол. На каждую прогулку она их выводила. Они ее слушались. Если бы я туда попала, конечно, я бы там, не знаю, я бы никаких порядков там не навела бы. А Верочка Сидорова, она у нас была самая терпеливая. Она попала к многократникам. А у многократников там вообще свои законы. И такие законы нехорошие. И вот что интересно, она как-то все это могла переносить. Могла вот ладить с ними. И не знаю, как бы я там себя вела с этими многократниками. А у нее так это хорошо получалось. А я вот попала в камеру, где сидели женщины, которые брали большие взятки. Это в основном были они. Ну, немножко было у нас бомжей, немножко было других, но в основном это были женщины, которым дали потом большие срока, и они были богатыми. И вот с этими женщинами мне приходилось вести, отвечать на их не вопрос. И с ними было не так трудно. Они в камере содержали как бы порядок, они меня заставляли петь, хотя я не сильно в этом деле, но все равно. И вы знаете, я сегодня удивилась, думаю, спрошу, знаете вы этот гимн или нет, струн души рука Христа касается. Я когда им спела этот гимн, им так он понравился. Спела другой гимн, есть там припев «Надежда, надежда на Христа». Вот этот вот, забыла уже, как он начинается. Они говорят, ты этот пионерский нам не пой, ты нам пой струн души. И этот гимн они могли по шее срослушать, рассказываем стихи. И, в общем, вот когда мы уже освободились, и, ну, друг с другом разговаривали, и нам так было интересно, как вел Господь. Вел по силам, вел очень-очень бережно, очень бережно. И вот хотелось, чтобы, если вы попросите своего счастья, и вдруг вас Господь так поведет через какие-то трудности, не бойтесь, сверхсил он не пошлет. Пошлет только то, что вы сможете перенести. Фотографии, да? Фотографии. Рассказывай, расскажи. Покажем, время есть. Когда мы, еще был у нас один такой случай, который мы сильно переживали, когда у нас закончился суд, и мы с сестрами остались, вернее нас всех поместили в одну камеру. Эта камера была транзитная, там была текучка, друг друга не знали, но нам, чтобы было хорошо, мы там были все вместе. Вот Надя Брыкова, она была с Ферганы, их еще в те времена называли ферганские соловьи. Так она красиво пела, и казалось, что и мы тоже так красиво пели. И мы там целыми днями, ну, не целыми днями, но очень много пели. Братья после суда их выводили подметать двор, мы окна открывали, и они под нашими окнами слышали наше пение. И вот однажды пришел этап, они дня два-три были, кто они такие, куда они идут, мы не знаем. И вдруг мы узнаем, что через стенку мужчины многократненькие, это тоже они шли на какую-то зону, они, в общем, вы выкопали, или как это лучше сказать, кирпич в стене, договорились с этими женщинами, что мы это дело доделаем, чтобы пролезла голова, говорят, голова пролезет, уже попроще туловищу, и мы придем к вам в гости. Не пугайтесь, не смущайтесь, не кричите, они им дали согласие, и они ждут второго кирпича, когда это выломает второй кирпич, мы вообще об этом ничего не знали. А потом кто-то из нас спустился вниз и смотрим, из стены рука мужская. Мы так перепугались, что делать? Это нам надо как бы вот этих мужчин, многократников сдать дежурным по коридору. А это чем могло обернуться? У нас были братья, которые шли уже на зоны не первый срок. Это обязательно они нашим подельникам будут мстить. И мы уже так переживали, молились. А время идет, уже ночь, и все-таки мы решили этих преступников сдать. Мы застучали в дверь, ну и сказали, что вы посмотрите, что делается. И что интересно, когда уже братья были на зоне, и мы спрашивали братьям, никому из вас не досталось? Сказали, никому. Сохранил Господь. Конечно, очень многое есть, ну, что рассказать. ну, что самое, самое, ну, как бы такое, что вам хочется пожелать, очень хочется вам пожелать именно поколению этого времени, чтобы ваша юность, юность, она не прошла даром, не прошла впустую. Знаете, если пройдет впустую, Бог вам простит, как блудного сына, простил отец, Бог вам простит, но вы, когда придете на небо, вы сами себе не простите. Просто юность, она такая горячая, Господа можно любить горячо, можно все до последнего отдать ради Господа, и самое главное, что таких Господь любит, и вот это тепло Божие будет вас согревать, вы будете счастливы. Попросите своего счастья у Господа, и он нам обязательно даст. Это фотография, когда мы только освободились. Нас встречали родственники, встречали нас из Белореченска, и еще встречали с Краснодаром. Там у нас была очень семья, она была настолько родная, это семья Царенковых. Папа с мамой, ну, еще были не сильно старые, сейчас говорят они уже вечности, семья многодетная. Приезжали наши туда родные, привозили нам передачи, приезжали как домой, очень сердечно нас встречали. Какой срок вам дали и где вы сидели? В общем, нам срок дали три года сестрам, Ивану Петровичу дали пять лет, а Наде Брыковой, которая подавала листы в машинку, у нее настолько стерлись пальцы, ей даже не могли отпечатки взять, но взяли других пальцев. И то, что ее отпечатки на форме, они считали, что у нее какая-то была нагрузка более большая, ей дали четыре года. И вот мы освободились втроем, сестру Риту забрала к себе Казахстан, она была карагандинская, а мы здесь сидели в одной зоне. Оставили Надю Брыкову и сами освобождались. Это вот зона огороженная. На зоне живут не, говорят, что зоны есть старые, там в бараках живут. А вообще у нас было двухэтажное здание, вот они эти здания жили. В этих зданиях, а это вот, это вот мы уже во дворе, наверное, у Царенковых. Кто здесь есть из Царенковых? Да, здесь наши родственники, наши родные, это вот те, кто, как говорится, первую минуту оказались с нами. Вот, а это вот мы сидим у них на диване. Мы трое с зоны, и вот там вот сидит рядом с нами это Волков Сергей. Это он содержал домик, в котором мы работали, он там был как бы хозяин дома, и вот он тоже освободился, ему три года дали. А рядом сидит еще брат Анатолий, во время нашего ареста, сделали еще в Краснодаре обыски, и у него нашли, ну, а он сшивал литературу, нашли много литературы, и он тоже с нами пошел по делу. Это вот нас, наверное, белореченский брат встречает, нам очень радостно, очень радостно. А это семья Волковых, вот Николай Ильич, он тоже, когда нас уже делали обыск в доме, он в часов десять приезжает привозить нам хлеб. Они его тоже взяли, это папа Сергея Волкова, и он тоже с нами шел по делу. Они сейчас живут в Америке, их здесь нет. А это мы встречали Иван Петровичем, вот он в центре, рядом с женой, вот Царенковы, это мы его встречали, он когда освободился, прошло пять лет. Это вот это мы у него в гостях дома, это семья Ивана Петровича, его друзья. Вы видите, Сергей, какой худой? А почему худой? В общем, он когда попал на зону, и там на зоне есть отдельный стол, есть мужчины, их обиженками, я не буду это говорить, что это такое, но это отдельная категория людей, и с ними есть нельзя. Если ты будешь с ними есть, то ты попадешь в эту же категорию. И вот ему говорят, так, садись за тот стол, он говорит, нет, не сяду, 15 суток отсидел, только отсидел, ему опять говорят, так, садись за тот стол, говорит, дежурный, он говорит, нет, не сяду. И, в общем, он столько просидел в ШИЗО, он вообще у нас был, вышел скелетиком. Видите, на нем вообще рубашка, как на вешалке. Ну, это тоже семья Царенковых, наши родственники, которые нас встретили. А это мы поехали к Рудольфу Давидовичу. Это был наш друг, друг был очень близкий, мы у них тоже когда-то печатали. А потом слышим примерно параллельно и его посадили, и нас посадили, примерно в одно число. И мы, когда освободились, решили, сейчас мы его поздравим с освобождением, звоним на его жену и говорим Талита, поздравляем с выходом мужа. А она говорит, а он не вышел. Он пошел первый по повторному сроку. Если вы помните, что братьям даже не давали выходить, давали повторный срок. Вот мы ее приехали утешать.